Здорово. Ой. С самого начала войны сохранялась никем не сформулированная, но явная проблема. Зашел уже политика. Да мне плохо, спасибо за 120. С одной стороны, государство явно поощряет поддержку смертоубийств. Оно прямо говорит, хочешь... Да ладно, дай я кацет досмотрю. Церков, корпоративов, денег и наград? Зигуй. А! С другой стороны, желающие зиговать из числа самых больших звезд в очередь как-то не выстраиваются. Давайте посмотрим на тех, кто с первых дней войны зигует с двух рук. Удивительным образом список этот по большей части совпадает с теми, кто по жизни был доверенным лицом Путина на выборах, записывал ролики в поддержку конституционных поправок... Не, ну от этого ублюдка я вообще подобное... Ну я не ожидал бы. Честно, как бы... Я смотрел, знаете, этот сериал «Бригада». Мне казалось, ну актер такой классный, здравомыслиющий. Не, оказался дебилом конченным просто. Повышение пенсионного возраста. Почему? Ну, он хорошо играл свою роль в сериале «Бригада». И мне казалось почему-то, что, ну и в случае чего-то подобного, ну он не станет это поддерживать. Но, хз, я ошибся. Кто выступает на каждом концерте ко дню сотрудников органов госбезопасности и снимается в кино по сценарию Мединского? Ну, был Саня Белый, теперь коричневый. В чем ценность поддержки от Михалкова, Машкова, Безрукова, Стаса Михайлова и Григория Лепса? Эти люди всю свою жизнь вылизывали любое начальство, только потому что оно начальство. И всю карьеру построили вокруг начальства. Аудитория, которая смотрит Гоблина Пучкова и слушает Соловьева, она и без того лояльна. Она и без того не ждала от своих спикеров ничего, кроме людоедских и фашистских спичей. Все упыри в начале войны сработали штатно, чего мы не знали про Ольгу Бузову. И одинаково без разницы рекламировать водородную воду или этнический геноцид. Если бы нас еще в 21-м году спросили, кто поддержит войну, кто будет плясать с концертами на Донбассе и ш... Ну от Петра Сьяна я вообще не ожидал такого тоже, как вы знаете. Одно дело видеть его по телевизору, где он в шутке шутит, не смешные свои, да? Такой добрый, позитивный. А другое дело, когда он такой, б***ь, зэд, зэд, начинает эту всю х**у, короче говоря, поддерживать, там, высказываться как-то в поддержку войны. Ты думаешь, б***ь, ты ж добрый, ты ж такой круглый, смешной, какого хрена ты тут, соответственно, нам пропагандируешь всю эту тему, б***ь, вообще что ли? Шутить шутки про замерзающую Европу, то мы за редчайшими исключениями не промахнулись бы. В нашем списке значились бы все те же селебрити на государственном пайке. А это кто? Прочие певцы, актеры, блогеры, лидеры мнений всех калибров после 24 февраля 2022 года разделились на две категории. Меньшая часть сразу высказалась против войны. А абсолютное большинство изо всех сил замолчало. Нет. Некоторые из тех, кто замолчал, сделали это очень громко. Ну нет же ни у кого сомнений. Может, хватит. Относительно позиции Урганта или Нагиева. Может, хватит. Прямо они, может, ничего и не... Так. Это как где-то около танка из той же серии. Подожди. Не сказали, но очень выразительно подумали. Настолько выразительно, что обоим карьеру в России забанили. Подожди, Нагиев... Забанили карьеру? Подписка у меня не получается через карту МИР. Братан, там на Твиче тебе надо выбрать способ оплаты СБП. СБП. Инструкция в чате будет. Вон там, ну, почитай и сделай. Вот, да. Не забанили. Урган туда, от него вообще никаких новостей. Короче, я не слежу просто ни за тем, ни за другим. Получается, довольно неприятная конструкция. Общее впечатление о публичном поле таково, что войну и Путина не поддерживает никто, кому за это не платит. А те, кому платят, не способны внятно сформулировать мотивы своей поддержки. Обычные их речи звучат как поток бессвязного бреда. Нет. Но если так выгодно сказать «я за», значит, все, кто этого не говорит, они ведь по умолчанию против. Те, кто идеологию чувствует острее бюрократической машины, эту проблему всю дорогу понимали. Знали, какое впечатление производит молчание значимых фигур. Ведь если ты высказываешься в поддержку войны, это приносит много бенефитов. А значит, те, кто в поддержку не высказываются, молчат против. Захар Прилепин, например, проходится по деятелям искусств и через слово сокрушается. Как же так? Вот рэпер Баста молчит, но нигде не забанен. Как ни в чем не бывало, ходит из эфира в эфир, ведет шоу за шоу. В этом смысле вечеринка Анастасии Ивлеевой подвернуться нельзя кстати. На ней собрались как раз те, кто либо молчал, либо если и зиговал, то как Киркоров и Билан. В полручки и тихонько. Чуть-чуть зиговал. Подзиговывал, можно сказать. И я согласна, что какие-то морально-этические нормы были нарушены на этом мероприятии. И в каком-то отношении ответственность и последствия... Спасибо большое. Кто там? Алекс, спасибо. ...которые понесли участники этого мероприятия. Они были в каком-то отношении справедливы. Для этой вечеринки собрались звезды, думавшие, что можно жить, как все предыдущие 20 лет, отдельно от российского государства. Не оппонируя ему, что, очевидно, опасно. Но и не замазываясь в его кровавых авантюрах. Пожалуй, и нарочно нельзя было придумать моменты яснее и ярче, чтобы показать, что так больше не работает. Что теперь нельзя быть не при делах. Жить жизнь европейской богемы при режиме, который Европу и ее образ жизни объявил враждебными. И что теперь делать? Как жить-то? Однако на Явлееву и ее гостей не была инициатива на местах. Ни какие-то отдельные пропагандисты объявили участников вечеринки врагами народа. Это была скоординированная травля. За воплями Соловьева последовала массовая отмена публичных концертов и частных корпоративов. Затем разрыв рекламных и спонсорских контрактов. Вечно лояльного Киркорова демонстративно вырезали из готового фильма. Несчастному рэперу Николаю Васильеву впаяли административный арест. Киркорова уже вернули, все. Он прошел испытания, скажем так, вот эти самоунижения. И его приняли обратно в команду. Самой Явлеевой впаяли штраф и натравили на нее налоговиков. Приказ мочить, невзирая на лица и былые заслуги, явно шел с самого верха. И цель у этого мочилова, как мы видим, была одна. От каждого добивались абсолютного самоуничижения. Каждый должен был пройти дорогу позора и покаяния. Причем не так, как принято у Лукашенко или Кадырова. Не трясясь от ужаса в полицейском участке, а по собственной инициативе. Каждый должен самостоятельно найти, а скорее выпросить способ объявить эту злосчастную вечеринку и весь свой прежний образ жизни преступной ошибкой и замолить грех. Каждый должен деятельно показать, жить жизнью европейской богемы это не норма. Норма это всецело инициативно поощрять, поддерживать и пропагандировать государственное людоедство. Раз мы столько говорим про благотворительность, участвуешь ли ты в каких-то сборах для наших военных? Это да? Это да. Но хочу оговорить один момент, что я это делала и до вечеринки, и до Нового года, поскольку в моем окружении есть люди, которые оказывают поддержку фронту, и, в общем-то, на их примере я начала делать то же самое. Смысл тут не в том, ну, что я могу сказать? Зря. Чтобы у людей забрать их репутацию. Зря. Смысл в том, чтобы они ее сами спешили отдать, чтобы все увидели, не может у человека существовать собственных представлений о добре. Причем она так и не смогла доказать, что еще до вечеринки помогала там как-то. Ничего не показала, просто на словах говорит. И зле. Да и вообще нет никакого добра и зла. Есть официальная версия, которую подробно расскажут в эфире федеральных каналов. Противоречить ей ненормально, социально неприемлемо, и в лучшем случае приведет вас на дорогу покаяния, а в худшем за решетку. Публичные люди ценны тем, что задают норму. Опа. Не просто так. Ведущие бренды платят им огромные деньги за рекламу своей одежды, автомобилей и... Где? Никто ничего не платит. Дайте денег. Алло, бренды. Бренды. Give me money. Так уж и стройное человечество. Если большая звезда ездит на BMW, то мы тоже хотим. В смысле? А я на метро. То мы тоже хотим, да? Классно. Служа этой государственной акции показать... BMW или Mercedes. Дайте мне машину. Я хочу ездить на Mercedes или на... Да на любой машине, любой бренд. Если мне даст, то я буду. Что ненормально быть нормальным. Что норма — это униженное бормотание на камеру и раскаяние в том, что ты, по версии начальства, сбился со строевого шага. Теперь у нас носят такое. Участники вечеринки повели себя по-разному. Тот же Киркоров, например, в адской панике поскакал, каяться и зиговать всеми конечностями. Показав всем, что нет такого унижения, на которое он не готов пойти. А кто-то, как сама Анастасия Ивлеева, до последнего старался уклониться, по крайней мере, от прямого халуйства. Ну да, формальное извинение записала. Правда, из него не ясно даже, за что она извиняется. Ну да, выложила в своем телеграме пост о послании Путина федеральному собранию. Вот только текст там такой, какой ни один живой человек никогда не напишет. Совершенно очевидно, что Ивлееву, как главную нераскаившуюся, было решено дожимать до конца. Чтобы не подала вдруг кому-то пример, как можно просто, чиркнув пост в телеграм, выскочить из государственных тисков. Ну вообще, как ты сейчас, на данный момент, относишься к президенту нашей страны? Симпатии и уважением. Как к главе государства. Я вспоминаю, как я это смотрел, это просто... А ты? Нет. А ты? Аааа! Нет. Покаяние должно было быть полным и выглядеть, как безоговорочная поддержка войны. Покаяние должно было пройти... Баааа! Если б я у нее интервью брал, я бы в лицо плюнул. Ам... Не, шо вот реально? Вот шо за х... Ха-ха... Ну... Что ей мешало в тот момент? Продать все, что у нее там было в России. Учитывая все ее сбережения еще до продажи всего того, что есть. И уехать. Почему кто-то это смог сделать, а она нет? Тиньков уехал. Все нахуй бросил. У него банк отжали. Он потерял 9 или 8 миллиардов долларов. И ничего, живет дальше. Ну, вообще кайфует там на своей яхте. Деньги же остались так или иначе. Все равно... Ну, 9 миллиардов потерял. Ну, ладно, еще 5 миллиардов осталось. Это те же самые деньги, на которые можно жить всю свою жизнь. И всю свою семью еще обеспечить. Я уверен, у нее там, ну, 100 миллионов минимум есть. 100 миллионов рублей. Вот. Это деньги, на которые можно жить спокойно в любой стране. В любой. Я понимаю, она привыкла к другой жизни, наверное, да? К более такой богатой, дорогой. Она, может быть, там в день по миллиону тратит. Ну, все. Все, немного изменилось, поменялось. Так или иначе, это было бы лучше, чем то, что с ней сейчас происходит. Потому что по итогу-то она все равно все про... Но даже сейчас у нее еще есть возможность уехать. Ей же не закрыли возможность эту, да? Уезжать куда-то. Нет. Но она продолжает сидеть, трястись. Унижаться. Зачем? Чтобы что? Сейчас уже поздно, я думаю. Особенно, когда она сказала про свои дроны, блядь, которые она там, армии, вот это все помогает. Ее уже не примут. Где-то там, за границей, да? Она будет попущена везде. Поэтому теперь уже я не знаю, что ей делать. Ну, реально, я не знаю, что ей делать. Она привыкла все возможности, которые у нее были. А самая правильная, единственная возможность, которая у нее была, это забить хуйню то, что там и уехать. Все. Ты сказал еще не поздно, а потом поздно. Ну, я же сказал сразу. Нет, все-таки, наверное, поздно ей теперь уже. Потому что она начала задвигать тему по поводу того, что она армией РФ помогает. Поэтому в Дубай максимум. Через Донбасс. Через Донбасс. Из-за многих утечек мы знаем, что это прям стратегия президентской администрации. Каждый должен измазаться в крови. Мы не знаем масштаб давления лично на Явлееву. Она в год полтора миллиона доллара получала, Форбс писали. Ну, она же не всю жизнь эти полтора миллиона доллара получала, правильно? Сколько она? Типа, в течение двух-трех лет у нее такой заработок был. Это первое, да? Во-вторых, стоит учитывать. Я не знаю, сколько она тратила из этих денег в год. Она же богатая. А, соответственно, такие люди любят и тратить много. Они привыкли к роскошной жизни. Люкс хуйня. Поэтому она и много потеряла, потратила, точнее, да? Поэтому я хуйня не знаю, честно. Ну, у нее квартиры там нормальные, дорогие. Столкнуть ее на это покаянное интервью. Но надо отдать должное Анастасии. Интервью настолько же бессодержательно, как тот пресловутый пост в Телеграме. Вообще, я хочу дать отличный совет коллегам с большой аудиторией. Это очень неловкое, нелепое интервью. И эта неловкость, нелепость, оно прям чувствуется во время интервью. Ты просто смотришь на нее, и ты видишь, как ей прям... Ну, я не знаю, как это объяснить, но ты на протяжении всего интервью ощущаешь вот это напряжение. Оно витает в воздухе там. Ты видишь, насколько она наигранная это говорит. Неискренне. Она сидит вся обосранная, запуганная. Она не знает, какие... Что, что в итоге. Она надеется на эту хуйню. Думает, что ну это, может быть, ей поможет. Нет. Не поможет. Тори. Обзаведитесь знающими, грамотными советчиками. Потому что, когда мы совершали такие ошибки ранее, возможно, это... Ты ошибку совершила. Вот именно, был бы у тебя какой-то рядом человек умный, который бы тебе посоветовал, как нужно в данной ситуации поступать. Возможно, сейчас бы ты тут не сидела. В этом плане, да. В этом плане, да. Прощалась. Сейчас не надо недооценивать свою аудиторию. Мы не увидели того, чего от нее явно ждали. Никакого перформанса на Донбассе с ее участием не случилось. Мы вообще доподлинно не знаем, была ли она в зоне боевых действий. Я там тоже был. На въезде, да? Да. В городе на вывеске. Это вот как раз линия соприкосновения. Зрелище, тем не менее, мы увидели очень неприятное. В этом интервью перед нами раздавленный человек, который одновременно пытается просить прощения за свою нормальность и тут же старается не перейти ту тонкую грань, за которой начинается настоящее людоедство. Тут еще больше хочется пожелать, чтобы это скорее все закончилось и чтобы мирное небо было у всех над головой. История Ивлеевой, она вообще не про Ивлееву. Тут до предела неуместное рассуждение в духе «Она же могла уехать, и зачем она?» и все такое. Да она могла уехать, господи. Без малейшего понятия, могла она уехать или нет. Могла. Такие люди, у которых такие деньги, могут уехать в любое место. Не все возможности сводятся к деньгам. Нужно помнить, что мы имеем дело не с авторитарным режимом в классическом его виде. Мы имеем дело с бандюками. У бандюков этих, с их ресурсами и абсолютным презрением к человеческой жизни, арсенал аргументов вполне может быть столь обширен, что невозможно представить извне. В 2024 году требовать от кого-то в России героизма при столкновении с государством это, во-первых, не вполне порядочно. Вообще непорядочно. А во-вторых, это просто оторванность от реальности. Поняли, вы непорядочные люди. В данном случае мы должны говорить не об Ивлеевой, а о государстве. О государстве, которое не просто унижает людей, но не скрывает этих фактов и даже гордится... Он же сам призывал. Кто? Кац призывал что? Публичных людей как-то высказываться против войны? Я не помню этого. ...име. У государства есть большая проблема. Значимая доля лидеров общественного мнения теперь для него недосягаема. Система сделала все от себя зависящее, чтобы у публичных людей, желавших сохранить чувство собственного достоинства, просто не было иного выбора, кроме как уехать. Режим пытается дотянуться... ...но и... ... ... Стория с Би-2 в Таиланде показали. Ручки пока коротки. Пока, к счастью, нет ни одного прецедента, когда давление на российских антивоенных селебрити за рубежом увенчалось успехом. Как любые трусливые и озлобленные люди, российские начальники, не имея возможности дотянуться до тех, кто уехал и им не нравится, издеваются над теми, кто находится в полной их власти. Над теми, кому можно за 10 минут состряпать любое уголовное дело, запретить выезд из страны, посадить, отобрать имущество, назначить неостранным агентом или экстремистом. Ой-ой-ой-ой-ой. Над теми, кого не защищают правовые системы развитых стран и кого не получится вытащить из страны неразвитой с помощью израильских дипломатов. Над теми, у кого нет ресурсов сопротивляться. И при том, что мы понимаем пропагандистскую цель происходящего, все равно поразительно, сколько ресурсов тратится на то, чтобы выдавить нужные слова из одного человека. Я смотрю видос. Но у меня в голове только одна мысль крутится. Вообще не связано с Ивлеевой, со всей этой ситуацией. Мне интересно, вот он сидит в рубашке. В пиджаке такой, серьезный мужчина. А если он встанет, он там в трусах будет, без штанов? Ну, либо, а что там под столом у него? Мне кажется, он без штанов сидит. Сверху, типа, натянул у себя пиджак, а там, короче, сидит в труханах. По-любому, реально. Ворошек, причем, какой-нибудь. Далеко готово... Просто вот сейчас смотрите, и представьте, вот сидит Кац в пиджаке, а там у него трусы. Представили, вот теперь смотрите видео. ...назвать черное белым. Как ни странно, это не такая плохая новость с точки зрения политики. Если приходится прилагать столь неординарные усилия для внушения ненормальности... А тебе представь, что вообще без трусов сидит. И у него хер вот так болтается там сейчас на стуле, и он сидит, рассказывает там какие-то серьезные вещи про Ивлееву. Значит, общество все еще в разуме. Значит, на третий год войны это самое смертоубийство нормой не стало. Государство напрямую поощряет поддержку войны, но ряды добровольных союзников как-то не пополняются. Даже сейчас, когда любая точка зрения, отличная от генеральной линии заката на асфальт, на людей нужно давить персонально, давить изо всех сил, чтобы получить вымученные слова поддержки. Государство сошло с ума, нет вопросов. Но приобщить общество к своему бреду оно может только репрессиями. А это значит, что нет никакой неразрывной связи. Значит, злокачественная опухоль не успела пустить метастазы. В случае ампутации Путина все быстро вернется в норму, потому что даже при Путине норма до последнего сопротивляется ненормальности. До завтра. Оказавшись перед Путиным, что ты ему скажешь? Ты не с***ся. Ты не с***ся. Я с***ся. Да. Хе-хе. Чем побудь?